И здесь у нас Энтони Рокко-Мартин против Сергио Морайса. Ну, опять же, Сергио Морайс, я думаю, его многие помнят. Уже не один раз такое было, что этому бойцу отдавали победы в очень-очень спорных боях. И я напомню, что вообще он проигрывал в UFC всего лишь два раза. Ну, один это был его дебютный бой, и последний раз это было в 2017 году против Комару Усмана. В общем-то, сейчас стрик, две победы подряд. Опять же, сплит с Тимом Минсом, ну, достаточно спорный. В крайнем же бою он встречался с Беном Сондерсом, которого сумел удосрочить во втором раунде. Но, опять же, Бен Сондерс уже реально такой очень возрастной боец. И уже, ну, объективно говоря, просто уже мало что из себя представляет. Что касается Тони Мартина, ему 29 лет. И, ну, по моему мнению, он сейчас просто прекрасные выступления показывает. Я напомню, что крайнее его поражение было в 2017 году против Оливера Обин Мерсье. И это было в 155 фунтах. После этого он поднялся в весе. И сейчас в 170 у него три победы подряд. Причем две из них досрочные. Райана Лафлера и Джейка Мэтьюса. Он сумел каждого из них удосрочить в третьем раунде. В общем, здесь фаворитом, опять же, вполне предсказуемо идет Энтони Рока Мартин. 1,53. Ну, этот многими нелюбимый ватакат Сергею Мараес. 2,65. Как ты считаешь, Андрюх, здесь по делу такие цифры? Да, в принципе, сложно с чем-то поспорить здесь. Потому что Мартин хорошо выглядит в этом весе. Самое главное то, что несмотря на свое грэпплерское происхождение и отличный партер, он серьезно подтянул свою ударную технику. И прекрасно работает как первым номером, так и на контратаках. И если он не будет ввязываться в открытую борьбу с Марайсом, который, мы знаем, обладает просто, ну, мягко говоря, отличным джиу-джитсу, он не всегда показывает, опять же, это в своих боях. Как ты уже правильно сказал, парень любит по ватакатить. Но если у него предоставляется такая возможность, то там лучше к нему в партер не попадаться. Поэтому я надеюсь, Мартин будет работать уверенно в стойке, перебивать Марайса. И дальше, я не знаю, какие могут быть шансы у Сергио. Я думаю, то, что Мартин здесь выиграет единогласным решением судей. Да, здесь, опять же, мне остается только присоединиться к твоему мнению. Я думаю, мы перейдем к следующему бою, который, ну, некоторый интерес лично у меня вызывает. Грант Доусон против Джулианна Эросе. Ну, Грант Доусон является молодым, в какой-то мере перспективным бойцом. Ему 25 лет, только одно поражение. И это поражение было в 2016 году. Опять же, ну, знаешь, вот эта вот тема локтей во время прохода в ноги, она такая достаточно спорная. И поражение именно вот такое было у Гранта Доусона. Поэтому, ну, я по большому счету не могу это в какой-то прям минус ему записать. Он попал в UFC после выступления в Дана Вайт Контендер Сериес. Но я обращу внимание, что не после предыдущего сезона, а который был в 2017 году. То есть он, получается, сейчас не уступал полтора года. Ну, и что вообще по нему можно сказать? Весь его стиль основывается на том, что он сближается с соперниками и пытается их переводить. Он очень-очень неплох в партере. Вполне прям опасен. Старается там занимать, улучшать позиции. И рано или поздно выходить на прием. Что касается стойки, ну, это, конечно, не Бен Аскрин в ударной технике. Там какая-никай она у него есть, но тем не менее, все-таки главная сила это партер. И так или иначе, его весь план всегда сводится к тому, чтобы сблизиться и перевести. Ну, а что касается Джулианной Росе. Опять же, весьма опытный боец. Ему 29 лет, но уже достаточно большое такое количество боев за плечами. И выступал он уже в UFC. Не очень удачно. Затем он повыступал в очень таких небольших организациях. Опять попал в UFC через Дану Вайт Контендер Сериас. В дебюте встречался с Девонте Смитом. Отлетел за 46 секунд. Вот. Но в любом случае, первое, что нас интересует, конечно же, это защита от борьбы Росе. И, ну, вообще особо, может, далеко не ходить. Несколько его крайних боев я пересмотрел. И были здесь у него проблемы. Но проблемы были именно с хорошими борцами. Каким борцом является Грандосом? Сейчас вопрос, потому что оппозиция была у него не очень хорошая. Если все-таки, ну, у него как бы все будет получаться, то шансы есть. Потому что, ну, как я и сказал, хорошие борцы, они Росу переводят. Они занимают позиции, забирают спину. Поэтому у Долсона, конечно, есть шанс. Но на 1,59 ли, это для меня лично вопрос. Роса идет за 2,5. Как ты считаешь, Андрюк, кто здесь более интересен? На самом деле, я не понимаю, как, в принципе, могут слова Роса интереснее, где-то рядом находиться. Это такое достаточно странное сочетание. На самом деле, вот этот парень вряд ли когда-то в своей жизни отмоется от шаблона своего стеклянного подбородка. Я не знаю. Даже если он будет драться с самым безударным каким-нибудь бойцом, с Ником Ньюэлом или вообще с бойцом без рук. Он и топ, блядь, уйдет в нокаут. Я не знаю. Я не могу никак отвязаться от этого момента. И, соответственно, у меня примерно в этой проекции выстраивается манера ведения боя Гранта Долсона. Я думаю, что он также прекрасно понимает то, о чем я говорю. И вполне возможно попытается развить свой успех и в этом направлении. Не только в борьбе, но еще и в стойке поработать. Я не знаю, на самом деле. Как бы ставить здесь на кого-то такое себе занятие. Но мне кажется, что победить Эросе, ну, это будет уже просто, я не знаю, что-то сверхъестественное. Даже если не досрочно. Ну, я здесь, конечно, от себя притоплю за молодого и перспективного бойца. Естественно, за Эросу болеть как-то совершенно не хочется. Я надеюсь, что Гранта Долсона себя покажет. И в дальнейшем, ну, после этого боя, может быть, мы получим некоторые ответы на вопрос. Потому что... Будем надеяться, что Гранта Долсона не станет Карла Пидорса Лифтером. И не будут люди коверкать его фамилию. Да. Ну, да, в любом случае. Посмотрим. Ну, как я и сказал, оппозиция у него была не очень. Может быть, здесь... Ну, мы какие-то выводы по нему сделаем после этого боя. Продолжение следует...